Летние каникулы начались. Наконец-то дети забудут о своих напряженных школьных буднях и отправятся в загородные лагеря за свежим воздухом, бронзовым загаром, новыми друзьями и яркими впечатлениями. Всего в Беларуси детей примут более пяти с половиной тысячи оздоровительных лагерей. Один из них ракета, что прямо под Минском. На территории лагеря пока все спокойно и умиротворенно. Слышно только пение птиц. Даже не верится, что со дня на день пространство наполнится суетой, движением и звонкими детскими голосами. Оздоровительный комплекс ракета уже в июне ждет детей на оздоровление. Дети будут оздоравливаться в четыре смены по 18 дней. В каждую смену планируется оздоровить порядка 660 детей. Лагерь состоит из четырех двухэтажных домиков. Каждый корпус рассчитан на два отряда. Строения небольшие, но оснащенные всеми необходимыми удобствами. Душ, туалет в каждой комнате. Питаются дети в столовой. Питание предусмотрено по утвержденному двухнедельному меню. Пятиразовое. Готовят их повара, уверяет Марина Викторовна, сытно и вкусно. Почти по-домашнему. Ведь энергии на свежем воздухе у детей расходуется много. С нашим меню остаться голодным невозможно. Меню вкусное, сбалансированное. Детям нравится. Уже не первый год мы работаем по меню, поэтому все, что дети хотят, все какие-то их пожелания учтены. И с каждым годом мы только улучшаем это меню. Марина Викторовна не оговорилась. Ракеты – это не просто лагерь. Это целый оздоровительный комплекс, который включает в себя не только территорию и комфортабельные корпуса, но и целый ряд спортивных площадок. Потому что дети – это дети. Им хочется побегать, попрыгать, пошалить и насладиться летними днями. Но, пожалуй, главная фишка лагеря – наличие собственного бассейна. Три дорожки 25 метров. Так получается, что в течение смены каждый отряд через день может посещать бассейн. Бассейн – фишка. Но есть еще в ракете. И изюминка – это спелеокомнаты. Все дети за смену проходят курс спелеотерапии. Из года в год они возвращаются к нам. И родители довольны. И, в общем-то, даже отмечают, что уменьшается количество заболеваний в течение года. Про пандемию здесь, конечно, тоже не забыли. По профилактике возникновения и распространения инфекционных заболеваний разработан целый ряд мероприятий. Это будет масочный режим, запрет родительских дней. Каждый день персонал и дети будут проходить опрос и осмотр медицинским работникам с обязательной термометрией. Осталось добавить для информации – всего в Минской области путевки в лето получат свыше 60 тысяч школьников, а в целом по стране более 300 тысяч детей. Счастливого всем летнего отдыха!